1 2 3 4 5 всем здрасте с вами сварок и сегодня будут достаточно неоднозначный видос разрабы попросили рассказать о танках и им нужно 5 видео о танках я не буду делать 5 видео я все сделаю в одном интересный формат статью марка джаги джаги он делает шортс по минуте рассказывает очень быстро очень коротко и по делу у меня будет чуть подлиннее зато сразу про всех но пока мы и начали минутка реклама потому что стример тоже хочет кушать я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую притом дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку но также после недавнего обновления комиссии на пополнение стима у донатов нет достигла 14 процентов что является самым выгодным предложением на рынке но помимо всего прочего на сайте представлен огромный спектр игр которых вы можете занести донат дешевле чем через официальный ресурс ссылочка в описании что можно сказать о наших танках ну во первых они некоторые из них делятся на два вида танки которые должны танчить и танки которые должны дамажить могут по крайней мере и дамажные танки тоже делятся на два вида которые бьют от атаки которые бьют от защиты но и маленький подраздел танков саппортов давайте рассмотрим сначала танков защитников они все будут одеваться примерно в одно и то же это регулус это брокер барон олак тоже самое ливия хардс асхор тоже по идее как танк нового скоро поломатый он не бьет вообще ни от чего у него никак тискалируется урон поэтому он просто есть но единственный плюс а скоро у него высокая макса про ну а теперь сами танки на примере брокера и реагулуса давайте посмотрим плюсы брокера у него база хп побольше у него база защиты побольше всех танков я деваю в плюс-минус похожий шмот это стража в котором две цацки из трех должны быть на бонус в защите и одна из них на бонус к здоровью из тряпок это может быть либо сила жизни либо бессмертный воин смотря у кого что падает и какие допы статы основа это хп шкаф процентах д д в процентах это те самые сад которые мы должны искать все в принципе им даже скиллы по идее заливать сильно не надо можно там чуть пыли залить тому же брокеру например у него прекрасно работает у пассивка на заморозку плюс к неуязу тот же регулус который может тоже пойти в неуяз на небольшое количество времени здесь как бы все понятно по артам тоже это либо кольцо бастиона в лучшем случае в крайнем случае это милость богини именно для этих товарищей почему так потому что кольцо бастиона дает плюс один к блоку и потом еще за каждого золоченного врага мы получаем снижение физ и мак урона на 5 процентов что очень даже неплохо плюс танки нам пригодятся в новом кодексе который будет алкоденсером и нужно будет вставить сильно танков чтобы они задерживали крипов в этом случае 1000 делаешь это товарищ было в слиянии на кро дара если что поэтому вполне возможно скоро на но по завезут сам себе перс такое себе но она была в слиянии на кро дара если они и было как раз таки как в рейде из рарок в эпике из эпиков в легу ну и сам кро дар тоже хорош потому что у него чуть кривое описание у него плюс 2 к блоку во время ульты плюс он бьет от защиты также из танков интересно обелен база самой защиты всего лишь 3000 но это все прекрасно закрывается пассивками плюс у нее на фулл прокачки родной блок 4 с бастионом это уже пять то есть в принципе очень даже интересный перс ну и на гвг ее можно походить может быть как второй танк вместе с хардсом ли без хардса тоже почему бы и да чтобы не затоптали спавном пауков и собак например отдельно танки саппорта это мерил и констанция мерил хиляющий танк она еще и хилит плюс она хилит от дефа и вся ее фишка именно в последней пробуде когда она восстанавливает трем союзникам хпшки равные двум процентам от их максимального здоровья как каждый тип грубо говоря ну потихонечку подхиливает как сам по себе танк вообще ни о чем потому что база маленькая всего лишь 2 600 с копеечками до хилит от защиты что уже хорошо но тоже использовать ее где-нибудь я пристал плюс раньше ее гоняли чтобы и хилять цербера сатраксом на том же кодексе или первом рейде кто сейчас она их уже не хилит эту фичу пофиксили поэтому толку от нее нету констанция констанция это дорогой вариант долорес почему дорогой потому что во первых лего и нужно заливать скиллами используют ту же самую функцию что и долорес то есть она дает всем вдохновение которое повышает атаку пропорционально атаке самой констанции из плюсов ее можно поставить на землю и на том же кб уже с и с пачками можно поиграться плюс она более стабильно нежели долорес потому что удалось и 80 процентов на залив в автобои сильно роляют у нее же стабильно все заливается но ей для этого нужны фул навыки для этого ей взять хотя бы артефакт еще звездный обелиск чтобы она успевала себе тоже ярко подрегенить но и одевать ее тоже конечно же опционально в ледни атака здоровья то есть чтобы ей устануть атаку и бустануть хп как видите у меня у нее 77000 здоровья на 10000 атаки и от 77000 это уже будет чуть больше чем четыре с половиной тысячи к атаке ну и опять-таки шмот далеко себе не фонтан то есть соберите проки периодически где-то в дне да здесь древние но древние просто на хп но в любом случае в хорошем шмоте можно ее интересно разогнать плюс она еще раз повторюсь стабильно плане своего залива и не будет ломаться на автобое что очень даже хорошо но опять таки когда она будет кого-то блочить что она не будет хилить да она потихонечку подхиливает нашу команду тех кто находит свою зоне да и зона у нее тоже как удал раз идет таким же крестом но для ее хорошего вменяемого вменяемого использования мне нужны навыки а навыки у нее к сожалению не упали в ульту поэтому ждем камни и потом уже что-то с ней придумаем ну и теперь переходим к самому интересному к танкам дамагерам к ним а то есть сакир ган риф торадор орим но также еще и асфор потому что он вроде как урон зависит от защиты но на самом деле ничего него нигде не зависит хотя может быть они конечно что-то уже и переделали но я сомневаюсь торадор танк который бьет от своей атаки и если мы хотим чтобы он уносил какой-то урон то конечно же одеваем его в урон но нужно ему повышать атаку база атаки у него 4000 мало да надо как-то крутится вертеться если вы одевать в деф то так же как любого танка хп-шки и бронику и все будет хорошо да здесь который он просил но одевался он у меня в шмотье по остаточному принципу всем все а ему то что никому не надо из плюсов этого танка накладывает дизармор как бы и разгонять свою фракцию но дизармор тоже очень даже неплохо 2 дамажащий танк это да но он уже бьет от своей защиты поэтому его собираем в деф он у меня конечно собран в хп-шечки но для него есть и неплохой набор шмота именно на защиту и в таком вот плане он у меня неплохо так наваливает да конечно хп мало и на том же гвг его сбривают поэтому приходится жертвовать непосредственно защитой и одевать уже хп-шечные сеты чтобы он хотя бы чуть-чуть мог постоять потому что как таковых неуязов у него нету а то что ему нарисовали разработчики в одной из пассивок она не всегда срабатывает в той же компании или в разломе всем плевать на эти вещи ну и пар там конечно же да гану очень даже неплохо зайдет именно милость богини потому что она повышает его защиту а так как он бьет от защиты то я повышают защиту и плюс он повышает уже итоговую защиту то есть очень даже неплохо он получает еще бусты и к защите то есть неплохой разгон именно для танка который убьет от дефа в случае с тарадором если мы его одеваем дд то тут либо талисман кровожадности который будет повышать его урон после каждой тычки которая по нему прилетает либо отладочный кристалл который после 10 ударов героя наносит у масс физ урону в размере 200 процентов урона и это вот без прокачки без ничего то есть тоже достаточно жирненько также есть некоторые особенные танки как например тот же ордет который может дать домашку на своей ульте нанося урон в размере трех процентов от своего хп то есть ему нужно уже весь шмот на хпшки с топами в деф и тогда он что-нибудь выдаст у там обычно в лучших сборках там 10 там тысяч дай бог будет ковырять с ульты но такое себе но мало ли кто хочет пофантазировать то пожалуйста но на этом все с вами был сварок всем благосклонного рандома богатого дропа и мирного неба над головой удачи